Мы согласны, я с тобой, да, и все согласны, Юрс, насчёт Ига. Но раньше, если взять по этимологии этих же слов, чёрный и белый — это правая и левая сторона. Это, знаешь, правобережная и левобережная. Также я тебе могу сказать, Салихардс всегда, ОПИ, и мы жили на одном берегу, а те на другом берегу. И так у нас, и между собой мы так и говорили, с того берега или с другого берега. А какие у нас баталии проходили с палками друг на друга, с белой кожей, одни и другие. Ну ладно, там, конечно, гулаг проходил, там уже потомки, те, кто отсидели, и меняется, и психика, и всё остальное меняется. И вы даже не представляете, какие баталии приходили и убивали, палками забивали друг друга. Это 50 человек на 50 человек. Зачем? Никто не может сказать, зачем. И тоже, потому что это было с правой стороны, а это с левой стороны реки Огромной ОПИ. Вот, и когда я это услышала, я не помню от кого, Господи, от всех наших исследователей, альтернативщиков. И да, на собственном примере я могу подтвердить такое, это было откуда-то же, оно тоже пришло. И вот не то, что там белые или чёрные, что мы там тёмные или посветлее. Ну, Словашия это... Климат тот же самый, белорусы, которые сейчас живут, я была в Белоруссии почти 10 лет назад, так у меня получилось по работе. Так вот, тот же батька их не разрешает девушкам выезжать за пределы Белоруссии. И вот с теми итальянцами, что я была, они когда заехали, у них действительно, я говорю, это не оборот. Вот, у них отпали челюсти от красоты вот этих девушек. А климат такой же жаркий, как в Италии, они не чёрные, они действительно там молоко. Вот, и такие красавицы. Так что здесь что-то другое, Юра. Сейчас не знаю, как там обстановка, но было так. И так же и мужчины. Я хочу это в двух словах сказать. Почему между собой? Это вообще на всех уровнях, начиная от семьи, потом двора, потом города, и потом концлагерей, типа стран. То есть те, кто нас оккупировали, они ведут очень грамотную политику, начиная, казалось бы, на первый взгляд, многие думают спонтанные вещи, когда, допустим, фанаты, я не знаю, команды футбольные, ну, допустим, «Зенита» дерутся с «Динамо». Там, допустим, двор на двор идёт, там район на район. Это оккупанты так грамотно всё сгенерировали, причём всегда есть ваташки. Обязательно из той, из той страны такое заводило появляется, который начинает смут усеять. А чё это они там топчат там наш берег, то есть как бы это. А давайте, чтобы они не топтали. И люди начинают, и опять же, на бытовом уровне муж с женой, там дети между собой дерутся. Я вот, тема уходит, я хотел сказать, вот Советский Союз, концлагерь, он интересно параллель проводил между одним народом, который сейчас принято называть белорусский, русский и украинский. Причём они визуально на картинах, вот я сейчас смотрю советский, просто чтобы наглядно было, пересмотрел транспаранты, многие. И знаете, они, оккупанты, сделали такой ход конём. То есть они в подсознании каждому человеку навязали такую мысль, что, допустим, если русский, это обязательно, там, допустим, голубые глаза и белые волосы. Если белорус, это уже соломиное, ну, не соломи, я говорился, пшеничного цвета волосы, жёлтые. А украинцам мы можем, вот я вам сейчас покажу, такой стиль навязали, принято называть чернявенький. То есть вот вечера на хуторе Близди Каньки, вот демонстрация экрана, в принципе, пошла. Вот, я забыл, Данила его, по-моему, звали это. Вот это, как бы, тип украинцев, то есть это уже... Мы на тебя можем посмотреть. Да, да, да. То есть они грамотно сделали, то есть украинцы, это вот такой стиль мужчины, то есть чернявенький. Белорусы, это с пшеничные волосы. Причём, кстати, пшеничные волосы ещё приписывают. И прибалтийским народам можно посмотреть. У некоторых прибалтов, на старых вот этих, СССРовских, их тоже стараются. Но что меня удивило, практически, практически на всех вот этих плакатах, ну не удивило, а просто я своё наблюдение скажу, если изображается представительница украинского народа, то это всегда женщина и всегда свинком на голове. Не изображает, как правило, мужчин. Всегда обязательно, тут может много мужчин. Вот мы слева видим, скорее всего, это русский, а русский, скорее всего, обязательно должен быть такую одет заводскую робу, как мы с вами видим, ну, рабочий. То есть, а эти уже, как говорится, вот грузин мы слева видим, а причём это черкесская, или как её там правильно называется, это воинский мундир, ну не воинский, а в своё время, насколько мне известно, это не национальная одежда. В таких и казаки, и донские ходили, и кто угодно ходил, ну, так как у грузинов не было и многих народов своей национальной одежды, в Советском Союзе придумали. И как я много раз говорил, проблема была с узбеками, туркменами, таджиками, киргизами, потому что, казахами, потому что они как бы все халатные, все в халатах, все женщины по 18 косичек носят, и всё равно надо было выкручиваться, тяжело было делить прибалтийский народ, искусственно создавали Советский Союз, сознательно создали три, назовём народности прибалтийские, три народности славянские, три народности, назовём их кавказские, это грузины, армяне, азербайджаны, три народности восточные, это там турки, узбеки, таджики, вот, и так далее, я сейчас не помню, как они, но это всё искусственно, и те, кто ратуют за Советский Союз, вы помните, это был, помните всегда, это был очень качественный концлагерь, очень качественный, люди даже не замечали, прививали с детства, все люди братья, все, все, как говорится, это должны друг друга любить, но и цель была достигнута, и самое вот печальное, что если последний концлагерь разобьют на части, это будет начало конца, я имею в виду Россия, если всё-таки в планах мирового правительства, а у них есть такое, из России сделать 15 концлагерей, то это уже всё будет, это просто, вот даже в головах жителя концлагеря, это, знаете, какая будет сильная деморализация, то есть жить психологически всегда на огромной, необъятной территории, а потом оказаться в маленьком концлагере, вот, это очень тяжело, вот как Юра по этому поводу думает. Ну а что тут думать, что тут думать? Нечего тут думать, действительно, как-то на нашу территорию, на эту, да, современную, так называемую Россию, хотя я не люблю это слово, не знаю почему, да, Российская Федерация тем более, претендует очень много народу, они действительно хотят её раздербанить. В Америке, в Англии существует такой план уже давно, да, план захвата, план Даллеса, где чётко на карте нарисовано, кому какая провинция будет принадлежать, расчерчена на квадраты эта земля, и написано там, английская провинция, провинция Соединённых Штатов, провинция Франции, в общем, они уже как бы ещё в 50-х годах уже разделили, раздербанили эту страну, они просто ждут сейчас удобного момента, чтобы всё-таки это осуществить до конца. Не могли взять войной, потому что в то время, тем более СССР, та была очень сильно развита оборонная промышленность, самые лучшие в мире были ПРО, ПВО, авиация, морская пехота, да, там, морской флот, то есть, то они решили взять измором. Они нам навязали чужеродную культуру, навязали наркоманию, сказали, что курить, пить – это вообще тренд, в Европе все так делают, гомосексуализм – это вообще в подчёте. И сейчас вот самое время, мне кажется, потому что армия ржавая, страну распродали, воруют миллиардами, люди спились, скололись, скурились, между собой, там, живут мужики с мужиками, женщины с женщинами, это самое, можно пешком прийти просто и забрать то, что надо. И устроят арестаги по всей Руси. Чикаго, арестаги. Да, из картона, фанеры. Вот, вот где правда-то, всё правильно, они её, они и ждут, только осталось вот удобный случай, чтобы прийти и забрать, вот всё. Изучаю сейчас, опять, расширю, наверное, национальные одежды, ну, вообще, это слово тоже идиотское, национальное, но всё-таки, как они старались, но в быту, ведь многие народы, не, ну, многие таджики, они так и ходили в халатах, насколько я понимаю, то есть климатические условия заставляли такой именно стиль, Ну, не только в халатах, но и этот халат должен быть очень грязным спереди, потому что это показывало статус его владельца. Значит, он ел много жирного риса, и руки надо было обтирать об халат. Это не придумки, это я тоже изучала. Хотела сказать Юре, я посмотрела его последний ролик, прекрасный ролик, и потом так грустно стало. Вот этот ролик задел действительно сильно. Ну, оно так и есть. Это просто сделали из Великой Победы клоунаду. Просто клоунаду. Тяжело даже посмотреть, грустно. Реально цирк. Деды перевернулись бы в коробах. Если были бы живы, они бы, наверное, убили бы такое правительство за то, что они сотворили. Ну, это просто кощунство, мне кажется. Просто вот, ну, это, я бы сказал, детская мечта нашего министра обороны. Просто захотел, захотел он, чтобы лично капитуляцию Рейхстага принять. Ой, 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 вы знаете, что я вспомнил? А помните, из истории нам навязали, как оно на самом деле было, мы пока с вами точно не знаем доподлинно, но был в российской истории такой Павел, который солдатиками любил играть. Вот это мне напоминает нечто подобное. То есть, каких-то дуриков, чтобы в солдатики поиграть, именно поразвлекаться. А, как ты говоришь, Света? Да, да, я согласна. Я согласна. Этот же царь же Павлик. Да, но там тоже непонятно, правда это, неправда. Ну, бог с ним. Ну, смысл, смысл. Мы знаем, что многие такие. Те, кто нас накупировали, они очень любят создавать парады. Причем парады создаются во многих концлагерях и даже умудряются, по-моему, в Южной Корее тоже пароходят вот эти периодические парады, вот это, то есть бряк они оружием. Вот, это чтобы все строем ходили, чтобы это как бы это вот. Они вот, те, кто оккупировали, они очень любят, когда люди идут строем. Для них, когда вот, допустим, такая шутка юмора спроектирована, вот, допустим, собрались 10 белорозовых, и они, и у них надзиратель, допустим, и он как бы мысленно их контролирует. Вот пока они идут строем, как в пионерском лагере, мы ходили в столовую, все под контролем. Как только белорозовые рассредоточились, кто в лес, кто под рова, у него сразу развал схождения. Для него программа работает, чтобы четко было, ровно. Поэтому нас научили ровно буковки писать, а буквы у нас были вальяжные, развалистые, да, там, одна большая, другая маленькая. Как душа велит, так и рука выводит. Вы знаете, что у меня всю жизнь не было единого почерка. Практически каждый текст я начинал всегда с разного почерка. Вот сколько вот живу, у меня нету своего почерка. Есть общий принцип, но я пишу всегда практически по-разному. Не знаю, с чем это связано, но у меня это почеркать всегда разные. Вот. И вот эти ж парады, вот эти бесконечные. Вот это, чтобы люди были, это вот всегда вспоминается песня 92-го года, вот на развал Советского Союза, это была группа Куликова Поля, и Дмитрий Куликов пел эту песню. Все мы привыкли, надо признаться, из серой массы не выделяться. Как все мы, как все. Или вот круговая порука мажет, как копоть. Я беру что-то руку, а чувствую локоть, да. Как там, скованные одной цепью, связанные одной целью. Вот. То есть делают такое послушное стадо. Ну, для любого пастуха очень важно, чтобы отара шла ровненько, и собаке это не давали разбегаться. Ну, как это, как говорится, пастуху уследить, если овцы будут. Ну, вот и наши оккупанты. Если, конечно, Андрей Тюняев, я не стал это включаться, вот сейчас в беседу, и там задремал немножко, но мне, конечно, тут просто может это коса найти на камень. Дело в том, что я-то некоторые вещи, которые я, допустим, озвучиваю, я, допустим, знаю, что так, а он, допустим, не может принять. Если я начну в лоб говорить, что мы живем в концлагерях, и никакой заслуги у концлагеря, у того или иного правительства нету, а им так приказали. Вот он, фраза такая была. Вот в Сирии американцы, ну и, скажем, там Россия воюет, но перевес на стороне России, потому что наше оружие доминирует. Ну, доминирует, наверное, потому что дали возможность доминировать. И, во-первых, иногда бывает, говорят, оккупанты знают очень хорошо то, что мы, ну, как бы честные люди, не любим врать. И у них такой есть девиз. Вы белорозовым говорите все что угодно, они все равно на слово верят. И вот так вот мы и живем. То есть мы вроде знаем, а вот это внутреннее наше, внутренний мир, он все равно как-то, ну, как это, во лжи не может жить, поэтому все равно по инерции. Вот сказали, что в Сирии террористы и там российские войска пошли их обезвреживать. Все, значит, так оно и есть. То есть никаких сомнений. А если это еще по телевидению сказали. Я до сих пор вспоминаю, как это, папа, два года каждый день я выходил на утро, у него грустное лицо, я говорю, что такое, опять русские танки перешли границы Украины. Ну да, только что по радио сказали, говорю, ну не расстраивайся, говорю. Перешли и все, и скоро нам хана. Вот, то есть, советская закалка, радио, телевидение, если сказала, так и есть. Ну, а что мы видим? Мы видим вот вчерашний Артур, это вообще, ну не то чтобы экземпляр, ведь так на самом деле мыслит основная масса людей. Я честно говорю, вот даже, не знаю, Юр, ты сталкивался или нет, он говорит, я приду через три дня. Он сидел себе сидел, ему какой-то американец увидел слово в названии ролика «Плоская земля» на английском. Говорит, он твои комрады русские эту тему обсуждают. И он пришел с той целью, чтобы объяснить нам, что плоской земли нет. Он хотел нам объяснить, что полеты в космос есть, мы живем на маленькой кругленькой планете, и через три дня он, как бы, сказал, что принесет доказательства. Я вообще не знаю, стоит ли вот это вообще делать и делать что? Беседу, допустим. Вот я так подумал, ну Юра это, как бы, человек, который не размазывает по тарелке мысли, а говорит четко, конструктивно. Это, 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 все, по полочкам раскладывают. Вот, и интересно ли будет Юрий, если, конечно, он через три дня придет. Или, ну, в пене эти баталии там, оно и пойдет, да, да. Он в Чехии живет, этот Артур. Если честно, еще ни один человек за всю историю, пока я в сети, не предоставил доказательства того, что Земля шарообразная. Кроме фотографий из космоса, трансляций с МКС и заявлений, ведь ученые так сказали. Ну, разве это доказательства? Вот пока что я не вижу убедить. Я же сказал, когда, я вот уважаю людей, мне нравится, есть такой один исследователь, который может показать, как это работает в научных условиях, на простых примерах. Берет карандаш, берет ручку, листочек, берет какой-нибудь кубик и показывает, да, вот так, 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 так. Вот когда так человек доказывает, это самая лучшая доказательство того, что человек мыслит. Никогда он чужими фактами оперирует. Ведь в формуле так написано или так в учебнике сказано. А когда он сам берет и показывает, как это работает. Вот тогда я таких людей уважаю. Когда люди вот таким путем пытаются доказать, да, то, что они правы, это я вижу, что человек, он мыслит. Он осознанный человек, и значит, он знает, что говорит. А не берет чужие какие-то слова за свои и выдает их там. Я вот умный, потому что я знаю науку. Но пока таких людей я только одного из всех знаю. Всего лишь одного. И то, как бы, он может, да, там опроверить какие-то тезисы. Но в целом сказать, что Земля шарообразна, он тоже не может. Он не может доказать, потому что он говорит, что, ну, а как я тебе докажу, если я не летал в космос, а тебе могу только там предоставить фотографии. Но мы сами понимаем, что это не доказательство. Так что тут выбор небольшой. Доказать он не сможет. Так же, как и нельзя доказать человеку, который убежден в том, что Земля шарообразная, что она плоская. Мы не можем доказать ему, потому что для него, да, все доказательства сводятся к тому, чтобы это признала официальная наука. Вот если ему официальная наука скажет, что да, альтернативщики правы и Земля плоская, тогда вот только он убедится. Вот и все. Это вот неравный бой, что он не может нам доказать, что мы ему не можем доказать. Вот и все. Да, я в принципе, я понимал, что это просто, это очередная просто переливание из пустого порожня, в итоге каждая останется при своем мнении. Но я ему вчера сказал, но он там какая-то вот такая фраза мне понравилась. Ну, смысл этой фразы, я не дословно смысл скажу. Я говорю, сколько бы мы не приводили тебе фактов, доказательств и аргументов, ты все равно останешься при своем мнении. Артур говорит, а кто его знает? А вдруг вы меня убедите? Человек изначально настроен на то, чтобы убеждать других, он никогда не переубедится сам. Не позволит ему гордость его, его эго не позволит сказать, что он не прав, и что действительно надо этот вопрос изучать, и я подумаю над этим, да, никогда он не скажет. Ну, чем человек, а статус относительно в обществе не слишком велик, или он сам себе думает, ему легче принимать знания. При всем уважении к Юрию Степановичу, он просто не может допускать себе другое видение, потому что он уже создал авторитет на тех озвучиваниях информации, которые он уже создал, и вправо-влево это уже недопустимо. То есть, вот, допустим, Артур, он, я так понял, будущий дальнобойщик, да, ему там 31 день, ой, 31 день, 31 день, можно я, кстати, хорошо оговорился, 31 год он там делает эту фуру, чтобы там ездить по городам, там перевозить что-то, вот, это вот единицы, я вот скажу, что, да, может там Юра скептически относится там к Рахману, ну, Рахман единственный пока, кто поддержал меня с Америкой, причем я все-таки, пускай месяц, пускай год пройдет, и Юра обратит внимание на вопрос, связанный с Америкой, и знаете, что в итоге, если Юра обратит, там получится еще миллион раскруче, потому что Юра-то накопает гораздо больше информации, чем, ну, допустим, я, допустим, вот, поэтому, да. У меня к Рахману такое отношение, потому что он, вот я отсмотрел, да, там вот там, во-первых, пафос, вот большой пафос, там, я глава Ордена Золотых Поясов, я тебя нарекаю Зараастр, тебя я нарекаю Сергием, а тебя я нарекаю, там, Евлампием Великомыслящим, ну, вот, во-первых, это раз, так ты кто такой, кто ты такой, да, это раз, во-вторых, вот какой-то ролик последний был, там, ответы на вопросы учеников, и начинает он там, во-первых, не разобрался, абсолютно, хоть бы чуть-чуть почитал, да, начинает про эту Америку гнать по ргу, там, в частности, про эти документы, услышал звон, не знает, где он, и начинает там, Америка, жмеринка, пошло-поехало, ты изучил вопрос, нет, почему ты начинаешь пихать это в массы, то есть человек, он такой человек, я сколько смотрел, вот у него есть ролик общение с Кунгуровым, да, так называемый, за Растер, да, и общение с Гудманом, так называемый Сергий, в его ордене золотых поясов, что в одном, что во втором, это вообще там, столько ереси, реально, мне понравился Кунгуров, как вот он слушал, 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 а потом говорит, слушай, у меня друзья по всему миру живут, типа, что ты до меня докопался, ну, в такой, нормальном, в ключе, в таком, естественно, не так грубо, и все, после этого тык, мык, тык, и пошел, раз, выходит ролик с Гудман, и он начинает на Кунгурова уже наезжать, Пургугна, типа, он ничего не понимает, он слишком упертый, он слишком верит науке, мне, меня не хочет слушать, а я люблю людей, которые вопросы не задают, им должно быть важно того, что говорю я, я думаю, вот ты какой блатной, товарищ, важно всем должно быть, смотри-ка, что там, типа, не задавайте мне вопросов, если я вам сказал, значит, это так, вот ты молодец, да, кто ты такой, поэтому, когда его не слушал, он не любит, и начинает отстраняться от этих людей, вот я смотрю, как бы последние там, вот эти ролики, он от Кунгурова потихоньку отстраняется, потому что тот, наконец-то понял, да, что за Пургу начинает гнать, у его учитель, так называемый. А, Рахман, 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 это был учитель Кунгурова, ну, как бы пока. Ольга, не просто был учитель Кунгурова, он, Рахман первый, сказал Кунгурову, что была 200 лет назад ядерная война, и уважаемый Алексей Кунгуров пошел на YouTube записывать ролик, то есть Рахман дал толчок, он пришел в его орден, да, я не исключаю, что вот как правильно Юра всегда говорит, подмечает, что первые работы, 9 часов вообще ролик существует, Алексея Кунгурова, это шедевр, то есть это буквально там берем, каждую минуту режем на части, и можно по каждой минуте бесконечные лекции создавать, по каждой минуте, то есть это настолько он был вдохновлен, а потом что пошло, а потом пошло, пошло грустнявки, а в чем они заключаются, вот допустим, Кунгуров любит приглашать, это этих, как они называются, женщин, которые обладают такими дарами ясновидящая, и ясновидение, и люди в комментариях пишут, да это же у нее уже столько приводов, это известная шарлатанка, да что ты с ней, она уже столько народу на деньги обвела, кинула, и ты все равно опять ее приглашаешь, в эфир и с ней общаешься, а Алексею хоть кол на голове чеши, то есть ему говоришь, что люди плакали, там вешались из-за этой аферистки, и это, скажем так, грустно все было, и ты все равно с ней продолжаешь общаться, то есть, вот скажите, чего нам ждать, вы же видите, у вас третий глаз, третье ухо, третий нос, это самое, это грустно, вот это, особенно когда я слышу, вот это жатва у людей, я даже когда-то прикололся, вот хоть и многие уважают Татьяну Кацуба, не, в принципе, она с одной стороны, она конечно, очень хорошо, что она это все делает, я ее читала, ее лет 10 назад еще, она что-то много в интернете, я приводил пример, почему у меня грустная мысль, то есть, если вот человек позиционирует себя с тем, что хочет действительно помочь, и распространяет знания, это замечательно, я сто раз говорил, качайте мои ролики, заливайте на каналы, мне это не принципиально, вернее, не так, я только буду этому рад, я для перестраховки закачал на левый, если бы я на свой основной канал бы закачал ролик Татьяны, канал бы погиб бы, думаю, закачаю, когда я ее ролик, она там интересно рассказывала про плоскую землю, и про жатву, думаю, закачаю на левый канал, посмотрю, и там получилось, что я при правильном названии и при правильном скриншоте, у нее допустим, 5000 просмотров было, а на моем левом канале 20 тысяч, и потом идет жалоба, то есть от нее, то есть это, и блокирует, короче, ну канал, то что используются чужие авторские права, я задаю Татьяне вопрос, Татьяна, вы знания распространяете, чтобы белорозовых спасти, или вам важна монетизация на вашем канале YouTube, чтобы именно у вас смотрели ролики, для чего вы уничтожаете информацию вашу же на других каналах, я вот это вот не могу понять, можно я вот вставлю? Да, пожалуйста. Извини, что перебил, пока не ушло тему в сторону, по Рахман Тору, я его, мое личное мнение, слушать не могу, потому что, когда задавался вопрос какой-то, то есть 30 секунд, и вот он уходит, все, там конкретики никакой нету, хотя были конкретные вопросы, сейчас вспомнить, не вспомнить их, конечно, не смогу, вот, но мне лично не нравится его информация, потому что она идет в общем, вот, и даже отключился от канала, и вот, тоже по Кунгурову, то есть, вот человек, который приходил к нему на лекции, ну, я лично общался, и он говорит, что ему не понравилось, во-первых, дается общая информация, то есть он там, и при этом, и он собирает денежку, то есть и нехило, ну ладно, это бог с ним, то есть на организационные вопросы, там еще на что-то, ну, это личное мнение того человека, но еще один момент, что мне не понравилось, и на что подметил человек, это то, что он говорит, а вот теперь, ну, оговорился, вот теперь я вас буду видеть в лицо, ну, то есть все, кого интересует эта тематика, вот теперь я вас, типа, типа всех вас в лицо узнаю, вот человек воспринял так, что этот человек как будто вот про всех информацию собирает, ну, может, у человека такого, у Кунгурова есть информация, но при этом, вот как сделали там парогейный ролик, тангенс ко тангенс, и заканчивается, ну, там вся теория, вот, и вроде бы, вроде бы смешно, но оно так и есть, дело в том, что если у Юрия и там Вячеслава там есть общая идея, она в общем-то понятна, но, к сожалению, когда заканчиваются тангенсом ко тангенсом, и к чему их привязать, у меня вопросов куча, то есть ему огромная благодарность, опять повторюсь, Кунгурова, то, что вот он своими роликами людей заставляет хоть как-то думать, вот, но дальнейшее его творчество, это как бы подается очень глубочайшему самому, все, я закончил свою мысль, вот так. Можно я это, дайте слово, дайте слово ляпнуть, как говорит Слава. Да, говорится так, дозвольте слово ляпнуть. Дозвольте слово ляпнуть. Парень такой есть, Андрей Ивашков, вы, наверное, все знаете, он предлагает такое, вы отделяете информацию от носителя информации, в смысле, надо смотреть, если человек что-то сказал правильно, это не значит, что он потом скажет тоже правильно, все надо отдельно рассматривать, информацию надо рассматривать отдельно, и рассматривать отдельно от человека, кто-то что-то скажет правильно, а что-то неправильно, ну, вот так. Вот, например, Не противоречим, мы немножко про другое говорим. Не, не противоречит, да, вы немного, ну, Кунгуров, это, у него это сначала такие гениальные, я тоже посмотрела его эти 9 роликов, или сколько вот этих, про историю. Ну, я вот 9-часовой ролик, вот, чтобы честно сказать, раза 4 смотрел, слушал, такой честнее слушал. Я ловил каждую букву, которая говорила. Там прямо это, пропустить боишься, а потом, а потом не так интенсивно, да. А потом было не так интенсивно, ну, просто, ну, да, я к тому, что, если Рахман Тор сказал правильно, у меня тоже вот в таком ощущении, что где-то лет 200 назад все поменялось.